Польские власти Польские власти могут полностью закрыть границу с Белоруссией. Об этом накануне заявил министр иностранных дел Польши Родослав Сикорский. По его словам, сейчас оцениваются последствия для экономики, ведь нужно, чтобы их почувствовал Лукашенко, а не мы, добавил Сикорский. В пример он привел закрытие российско-финской границы. Такое радикальное решение помогло справиться с потоком нелегальной миграции. Напомним, сейчас на белорусско-польской границе работает только два пункта пропуска. Один для легковых авто и еще один для грузовиков. Что же касается миграционного кризиса, с начала этого года соседние страны ЕС пресекли больше 22 тысяч попыток нелегального пересечения границы. И почти 20 тысяч из них пришлись на Польшу. На идею полного закрытия границы уже отреагировала Светлана Тихановская. Политик написала, что инициативы по ограничению должны быть направлены против диктатора, а не народа. По ее мнению, бросать белорусов на произвол судьбы за новым железным занавесом недопустимо. Высказался по теме и глава НАУ Павел Латушка. Мы поддерживаем данную позицию польского правительства и также выступаем за необходимостью закрытия всех товарных пунктов пропуска на границе с Беларусью. По мнению Латушка, на границе стоит оставить только пассажирские пункты пропуска для общения белорусов с Европой. Тем временем эксперты констатируют, что закрытие границ, если это все же случится, приведет к провалу в Беларуси китайской экономической политике один пояс, один путь. Кстати, именно в Китае сейчас находится с официальным визитом польский президент Анджей Дуда. Там у него сегодня прошли переговоры с главой КНР Си Цзиньпином. Российский Центробанк готовит неприятный сюрприз для белорусских производителей. Уже с июля может значительно подняться процент по выдаваемым кредитам. Сейчас он находится на уровне 16%, который уже достаточно велик, а из-за высокого риска инфляции в РФ денежно-кредитные условия могут стать еще жестче. Эксперты предполагают, что ставка вырастет до 18-20%, соответственно повысится и стоимость кредитов. Российские финансисты объясняют такие меры высокими тратами на оборону, которые не покрываются произведенной местной продукцией. Для белорусского экспорта, которому приходится конкурировать на российском рынке с Китаем, это означает дальнейшее снижение экономической активности. Специалисты отмечают, что уже сейчас ситуация выглядит плачевно. За последние 4 месяца импорт в два раза обогнал торговлю собственной продукцией. Поэтому любое проседание в отношениях с основным экономическим партнером может драматически изменить ситуацию на финансовом рынке. Чтобы этого избежать, чиновники делают ставку на внутренний потребительский спрос. С начала текущего года объем выдаваемых кредитов увеличился на 43%. При этом планируется дальнейшее увеличение сроков и объемов льготных займов, которые выдаются на покупку белорусской продукции. Так, премьер Головченко предложил повысить порог кредитования для покупки более солидных изделий. Подразумевается, что займы начнут выдавать на широкий ассортимент белорусской мебели, включая частные компании. А лимит кредита увеличат до 20 тысяч рублей. Отметим, сейчас максимальная сумма кредита на белорусские товары составляет 12 тысяч рублей. А выдается он сроком на три года под 4%. Перегонять машины из-за границы для белорусов станет намного дороже. С 1 июля вступят в силу новые правила начисления пошлины. Они коснутся автомобилей, которые возятся из России, Казахстана, Армении и Кыргызстана. Если с момента растаможки прошло менее года, белорусская таможня будет начислять утильсбор на основе экспертной оценки стоимости авто, а не заявленной импортером. Это поможет бороться с уклонением от уплаты пошлин. Сильнее всего изменения ударят по бизнесу перевозчиков из Кыргызстана. Страна долгое время являлась основным источником автомобилей для Беларуси. Там пограничники оформляли машины без дополнительных проверок, что позволяло занижать их стоимость в 3-4 раза. Например, растаможка машины стоимостью 100 тысяч евро в Беларуси стоила бы 24 тысячи евро, а в Кыргызстане в два раза дешевле. Теперь цена автомобиля будет проверяться, а до подтверждения машину будут держать на платном складе. Кроме того, многие белорусы, которые купили авто по низким тарифам, теперь получают большие счета при постановке на учет. Чтобы избежать этого, эксперты советуют перед регистрацией подождать минимум год после растаможки. Ранее такие же правила начисления сбора были введены в РФ, где авто с низкой стоимостью растаможки запретили продавать. В результате большая часть непроданных машин была перенаправлена на белорусский рынок. Мингородсполком изменил кадастровую стоимость земли в столице. В некоторых районах она серьезно выросла. Речь идет об оценке земель жилой многоквартирной зоны, куда входят не только жилые дома, но и вся инфраструктура рядом. Включая школы, поликлиники, больницы и предприятия. В валюте максимальная стоимость одного квадратного метра земель в Минске составила почти 420 долларов или более 1200 рублей, а минимальная около 10 долларов или 30 рублей. Увеличение стоимости земли отличается по районам. Где-то прирост оказался на уровне 2%, а в некоторых местах дошел почти до 12. Отметим, что к кадастровой стоимости привязан земельный налог. Соответственно, он тоже станет выше. Белорусские страховщики не могут гарантировать, что клиенты получат свои выплаты. Специалисты сделали подборку свежих случаев из практики, когда люди надеялись на компенсации, но остались ни с чем. Так, для владельца относительно новой БМВС автокаска стала неприятным сюрпризом, что поломка карданного вала из-за попавшего под днище предмета не является страховым случаем. Аналогичные истории происходят довольно часто. И если техническая экспертиза показывает, что причиной поломки стала эксплуатация неисправного авто, значит компенсации не будет. Еще одна ситуация произошла в частном секторе, где пьяный бесправник въехал в забор и повредил его. В этом случае у владельца постройки была только обязательная страховка имущества. Выяснилось, что она не распространяется на ограждения и неправомерные действия третьих лиц, поэтому заявителю было отказано в выплате. Нестандартная история произошла с белорусом, который получил черепно-мозговую травму в Германии. Выяснилось, что мужчина катался на велосипеде по крутому склону в обнаженном виде и упал. Его госпитализировали в реанимацию в состоянии комы. Предполагаемая сумма лечения составила около 5000 евро. Но белорусская страховая организация отказала больнице. Причиной тому стало наличие запрещенных веществ в крови пациента. В Испании задержали членов преступной группировки, которые продавали белорусок и украинок в сексуальное рабство. Они представлялись менеджерами кадрового агентства, искали своих жертв через социальные сети и заманивали в Испанию обещаниями официального трудоустройства. Девушки попадали в страну по туристическим визам, после чего их заставляли заниматься проституцией в клубе одного из городов на юге Испании. В Европоле рассказали, что жертв размещали в трех домах, предоставленных одним из руководителей клуба. Девушек изолировали от общества, полностью контролируя их жизнь. Пока известно о 14 жертвах группировки. В числе преступников один гражданин Испании и по два гражданина из России и Украины. Многодетного отца судили за сопротивление милиции и оскорбление Лукашенко. Известно, что 43-летний минчанин проводил время в пиццерии на проспекте Победителей. Он был пьян и мешал другим отдыхающим. Работники заведения вызвали сотрудников отдела департамента охраны МВД. По их словам, мужчина отказывался покинуть пиццерию, ударил сотрудника по бронежилету, а уже в служебном автомобиле высказывал оскорбление в адрес Лукашенко. В отношении минчанина возбудили уголовное дело. Он работает электромонтером, имеет троих детей и раньше привлекался к уголовной ответственности. В итоге суд признал многодетного отца виновным и, присоединив неотбытый срок по старому приговору, назначил ему химию на срок 4 года. В России со скандалом завершилось спортивное мероприятие, которое пропагандисты назвали альтернативной олимпиадой. Соревнования игр стран БРИКС проводились по 27 видам спорта. По их итогам большую часть золота забрала РФ, получив 226 медалей. На втором месте оказалась Беларусь с 52 победами. За ними с большим отрывом следуют Китай и Узбекистан. Впрочем, белорусские чиновники не оценили новость об успешном спортивном сезоне. Причина тому – отсутствие на соревнованиях конкурентов. Так, российский синхронист выиграл золото только потому, что был единственным участником. Такая же ситуация произошла и с парными прыжками в воду. Некоторым видам спорта повезло больше. На них были другие участники, но не самые лучшие. О чем с досадой говорят спортсмены. По их мнению, на соревнования свозили вторые и третьи составы иностранцев. Это можно объяснить тем, что сильные спортсмены сейчас готовятся к Олимпийским играм в Париже, а также политическими рисками. Один приезд в Россию грозит им санкциями от Федерации спорта. Есть и другая причина. Двух миллиардов долларов, которые российские организаторы выделили на мероприятие, не хватило даже на оплату дороги спортсменов из других стран. Делегации добирались за свой счет, отличились игры и спортивными комментаторами. Представляя одного из борцов, ведущий Матч ТВ призвал женщин легкого поведения с плохой генетикой держаться подальше от образцового русского парня. У нас должна быть хорошая генетика. Вот идет представитель русов. Отметим, что в следующем году игры БРИКС должны пройти в Бразилии. Шансы этой страны на успех оценивают неплохо. Она не находится под санкциями, а следующий год не олимпийский. И это все на сегодня. Ставь лайк этому видео, обязательно пиши комментарий и поддержи работу нашей команды донатом. Только делать это можно, если вы находитесь за пределами Беларуси. До встречи завтра и Жыве Беларусь!